Привет, друзья! На улице моросит дождик. Посмотрите, какие красивые желтые розочки мои тоже растюли. Обалдеть! Начало июня в этом году так рано все цветет. Это просто нечто. Просто нечто-нечто. Дождик моросит, поэтому я решила быстренько сбегать в магазин, потому что мне срочно понадобился греческий йогурт. Весь интернет уже второй год готовит вкуснятину из клубники и греческого йогурта, а я все никак не соберусь. У меня все руки не доходят. Поэтому решила, что быстро сбегаю в магазин. Смотрите, ромашечки рядом с вербейником смотрятся красиво со своими желтыми серединками. А сейчас вам покажу еще мою тупохучую розу, которая все время болеет, болеет. Я их начала там кардинально повырезала. Отсюда вообще убрала ее. Остались только вот там. Как я говорю, как на штамбе получились. И вот она тоже начала расцветать. Ой, черт, сейчас ноги намочу. Смотрите. Она недолго держит форму тоже. Но она такая пахучая. Смотрите. Она так пахнет. Ой, просто такой... Я уже не могу вам передать. Ну, так отчаянная, отчаянная роза. Посмотрите, дельфиньев растел. Хорошо, что пришла сюда, а то так бы и не заметила. Гляньте, какой красивый. Ммм... Просто обалденный. Так, пионы надо обрезать уже, видите. Короче, работы в огороде хватает. Ну, поскольку дождик, решила быстренько сбегать. Ну, не сильный дождик пока. Ну, так, моросит. А там написано целый день, типа, ливень и гроза. Так что решила сбегать. Вдруг будет дождь, не смогу пойти в огород. Тогда будем заниматься кулинарией. Вот, смотрите, лифтис мой зацветает. Красивый, алый такой цвет. Обалденный. Еще, вот я уже у своей калитки. Так что буду доставать ключ и прятать телефон. Друзья, гляньте, какой жасмин. Обалдеть, просто ветки прямо ломятся. Меня тут никто не погонит хотя бы понюхать. Обалдеть, именно это тот жасмин, который запах, когда идешь, слышен по улице. Странно, что этот не очень слышен. Наверное, ветер не в ту сторону. Но красивый, да? Обалдеть. У меня был жасмин, такой более сортовой. И он такой, не сильно такой запах. У него был резкий, тонкий. Но он у меня пропал в затопе. В длительном и очень таком. Когда воды было много, пропал. Жалко очень. Больше я пока что не сажала. Не знаю. Может, у Люды попросить отросточек. У Люды есть. Вот, смотрите, у людей вон вишен сколько. И уже краснеет. Или это черешня. Понятно, может, черешня. Обалдеть. Друзья, хорошо, что взяла зонтик. Гляньте. Пошла в магазин, ничего не предвещала. Гляньте, вышла, прошла. Все, за одну секунду, гляньте. Все, закопила. Это капец. Не, ну водители, конечно, такие наглые едут. Здесь одностороннее движение. Чего ты несешься? Ну возьмись левее. Нет, несутся так, чтобы тебя облить. Что за люди? Совести нет вообще. Не водители, а какие-то монстры. Ой, сетка на руке тяжелая, поэтому не могу вам долго ничего показывать. Покажу только, если там будет поток. Обычно на улице танкистов всегда поток. О, культурный водитель, видите, взялся левее. Наверное, испугался, что я снимаю. Гляньте, что делается. Я пришла домой. Сейчас мокрая по самое колено. Зонт закрыл только голову, и то неокончательно. Посмотрите, затопило. Все на свете. Там, где сухо обычно, все затоплено. Посмотрите, что делается. Это просто... Ой, жуть какая-то. Гляньте. Клюк воды не справляется. Потоп. Просто потоп. Ой-ой-ой. Вот это да. Все что-то такая несправедливость. Как надо зреть клубники, а у нас всегда почему-то идет дождь. Да такой дождь, что просто капец. Походу затянула на весь день. Гляньте. Гляньте, что делается. Если такой дождь пройдет целый день, то все затопит, так затопит нас. Ну что, друзья, переоделась. Все надо стирать. Все мокрое. Это просто какой-то ужас. В этом евроопте, если я там не замешкалась, то, может, я бы успела до дождя. Представляете, постояла в кассу. Все пробили, все-все-все. Бац, терминал не работает, карточка. И у меня наличных с собой нет. Все, отмена. Идите в самообслуживание, короче. Я говорю, я без очков не взвешиваю. У меня взвешивать надо было там бананы, лук я взяла и пару губочек маленьких. Вам поможет там, короче. Поможет кассир, ладно. Так странно, что терминал если не работает, так не работает во всем магазине, я так понимаю. А так тут, где касса не работает, а там, где самообслуживание, там работает. Короче, трепало все нервы. Пока там тырки-пырки-пырки. Это уже бегает. Всех поотправляли туда. Уже это, однако, кассир бегает между всеми там, чтобы кому помочь, короче, то-сего это. В общем, полный дурдом. В итоге все вышло. Ливень заливает, затапливает. Некоторые остались в магазине пережидать. Хорошо, что я не пережидала, потому что затянуло все, обтянуло, я так думаю, надолго. Если пару часиков у нас так польет, то все. Огороду считай кранты. Вот тебе и там посадила рано, посадила поздно. Когда бы не посадила, всему одинаково плохо получается. Всем растениям. Ну вот сейчас вот я там кусочек подсняла. Даже телефон не хочет работать. Ни кнопка не нажимается, потому что дождь на него льет. Короче, капец. Сумка тоже вся мокрая. Ой, блин, сумка мокрая и вся гряди. Я поставила на себя. Ой, ладно, как-нибудь так буду доставать. Хай стоит на полу. Короче, греческий йогурт. Смотрите. Смотрите, что делается. Это вообще ужас. Надо все вытирать, протирать. Взяла три баночки. Но уже вряд ли я сегодня этот десерт приготовлю. А может, приготовлю. Надо же как-то еще сходить в огород, собрать той клубники. Как она там соберется. Все мокрое. Хорошо, что в пакете. Хлебушка половинку. Николаевский такой вкусный, хороший хлебушек. И взяла вот такой вот батон. Либо золотный, короче, нура. Вообще, в последнее время у нас нету нормальных батонов. Какие-то невкусные. Батон молочный. Может, будет вкусный. Вроде бы молочный я как-то покупала. Был вкусный. Чтобы купить какой-то вкусный батон, это проблема. Так, ооо, сахар весь мокрый. Знаете, надо куда-то пересыпать. Взяла пакетик сахара. Сахар вообще закончился. Потому что кофе я до сей поры пью с сахаром. Одну ложечку пью с сахаром. Три банана взяла. Вроде Саша взял много бананов. Но я вчера в заморозку положила на мороженое. И поэтому взяла опять. Все пакеты мокрые. Хорошо, что пакеты хоть положила. Так. Короче, для своего десерта взяла, видите, мокрый весь, горький шоколад. Две штучки. И взяла себе вот такую маленькую шоколадку. С помадно-сливочной начинкой. Обожаю этот шоколад. Ну, надо ж мне этот самый какой-то приз утешительный. За все мои труды. Так. Взяла репчатого лука. Это урожай уже этого года. Салатный лук. Он очень вкусный, сладкий. Порубль с чем-то за килограмм. Короче, не такой дорогой. Вначале, когда его только начали продавать, он быстро портится. То он был гораздо дороже. Так, вонегинчика взяла, 4 штучки. Люблю добавлять в сырники и в эти самые ленивые вареники. И взяла тут парочку маленьких огурчиков. И что-то я взяла еще. Ой, а что у меня тут еще? А тут еще пакетик сушеный чеснок взяла. У меня закончился. Ой, блин, вымазала все свои белые шорты. И смотрите, зашла в этот магазин семена. И там еще был лук-севок. И она мне даже разрешила выбрать. То есть не положила мне там уже гнилого, отходов. Ну, потому что цены так приличные. Сколько я заплатила. Вот за эти две копелюшечки я заплатила 6 рублей 20 копеек. Вот, друзья. Вот это типа салатный такой белый чеснок. Я как-то один раз сажала, но очень-очень давно. А что я не помню, какой он у меня был. Вот взяла немножко этого. Ну, и немножко вот этого. Как раз бы хорошо было бы мне его посадить, но сегодня это я сделаю навряд ли. Навряд ли сегодня я вообще выйду в какой-нибудь огород. Сами понимаете. Так, в итоге евроопти заплатила. 32 рубля 79 копеек. Лук. Хотела вам сказать, почем этот лук. Так, где тут лук-лук-лук-лук. Лук репчатый. Рубль 45 стоит килограмм. Так что нормально, можно брать. За рубль 45. Вот у меня там 1,200 кг получилось этого лучка. Он очень вкусненький, такой сочный-сочный. Но не скажу, что прям сладкий-сладкий. Лук прям сладкий-сладкий не бывает. Но не горький. Не категорически горький, короче. Так, сейчас все попротираю. Все поперепаковываю. Короче, все сложу. И будем смотреть дальше, что нам делать в такую погоду. Согревающий перекус. Так, кофе у меня здесь с корицей, с молочком. Батон с бананом. Вы ели такой когда-нибудь? Не знаю, еще на вкус не пробовала. Но запах у этого батона молочного очень даже вкусный. Поэтому, думаю, стоит такой покупать. И шоколадка. Ммм, как вам? Я думаю, просто супер. Сейчас согреюсь, погреюсь. И пойдем думать, что нам делать. Так, ну что, друзья. Лучок весь перечистила. Перед посадкой, знаете, надо максимально снять всю шелуху. Под которой могут быть личинки всякой гадости. Поэтому все почистила. Где обрезала, где не обрезала. Как получилось. Вот такая красота. Сейчас пойдем смотреть на улицу, что там делается после дождя. Вроде как уже морозня прекратилась. Посмотрите. Все, наверное, мокро там. Наверное, затоп, потоп. Сейчас оденусь и пойдем посмотрим, что там творится. Представляете, как сейчас зелье высыпет после дождя. Там даже, где у меня чистота и порядок, и все пополото, это будет капец. Я предполагаю. Я предполагаю. Ну что, друзья. Уже вечер на улице практически продолжает тихонько моросить. Моросня мелкая такая, так что сегодня в огород не ногой получается. Хорошо, что с утра вам хоть розочки успела показать. И сразу тучи комаров из земли поднимаются. Сейчас посмотрим, стоит ли где-нибудь вода. У меня тут ужас. Ужас, ужас, ужас. Так. Ну, пока так обозримо. Не видно глазами, есть ли где-нибудь вода. Вот. Смотрите, между ряди он немножко стоит. Водичка. Я не успела здесь прополоть, как здесь опять затопило. Вот это да. Так, что тут на моей лужайке? Смотрите. Болотце. Маленькое болотце. И вот видите, как трава какая большая сразу. Вот здесь Саша с ручной косой этой своей дедовой трухи полыкашивал. Но здесь уже не успел. Говорил мне, возьмешь, возьмешь, будешь развлекаться косу. Ну, когда мне тут развлекаться? Я тут своей работы в огороде не успеваю делать. И сейчас косой развлекаться. А сегодня вообще, видите, ничего. Гляньте, клубника вся. Вон грязище. Вся в болоте. Надо будет посрывать хоть. Хоть как-нибудь посрывать немножко. Потому что она же вся сгниет уже на земле. Вот здесь хорошо лежит на этом самом. Видите? Такие красивые ягодки. Как много. Сейчас попробую. Вот это тот один куст, который попался непонятный. Ягоды вот такие вот круглые. Не знаю, какой это сорт. Но она очень вкусная. Ну, что, порей мой тут заплескало, видите. Надо будет обязательно, когда становится погода, порыхлить. Потому что, когда водой так пробивает, растениям тоже очень плохо. Так что постирала эту обувь. Сейчас закинула одежду стирать. Эту мокрую все в грязи, все в песке. Так что все, друзья. На сегодня все. Никаких дел. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. И, конечно же, хорошей погоды вам желаю. Хорошей, прихорошей. Не такой, как у нас в этом году. Просто погода у нас ужасная. Не знаю даже, чем это объяснить. Это просто какой-то ужас. Никаких дел господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.